Первый шаг состоит из распаковки контроллера и подключения его к сети. Контроллер поставляется с активированным по умолчанию режимом DHCP, поэтому при подключении он получит IP-адрес автоматически. Имеются конкретные порты, которые должны быть открыты в рамках сети, чтобы контроллер имел доступ к серверам KramerControl. Если только вы сами не являетесь IT-менеджером, то скорее всего понадобится обсудить эти вопросы с IT-департаментом. Однако будьте уверены, что порты, которые должны быть открыты,